К благотворительной ярмарке спешите делать добро, готовятся заранее. Мамы и бабушки пекут пирожки, пирожные, блины и другие сладости. Дети рисуют картины и плетут браслеты. В общем, участвует вся семья. Все это выставляется на продажу. Собранные средства направляются семье Ильи Максимова. Как всегда, ассортимент очень различный, начиная от книг, поделок, кончая очень вкусными конфетами, печеньями, тортиками. Так что очень приятно, что дети и родители вкладывают часть своей души, и, конечно, свое время и внимание в эту акцию. Ученики гимназии спешат делать добро. Они серьезно относятся к теме благотворительности, понимая, как остро нуждается Илья в поддержке. Я отношусь к благотворительности хорошо, потому что это дает больным детям радость, чтобы у них была радость такая же, как и у нас. Я хочу, чтобы эти деньги, которые сейчас собирают, пошли на помощь детям. Мы не просто выбрасываем деньги, а дарим детям жизнь из детского дома, помогаем им. Мне нравится благотворительность, потому что мы помогаем другим детям, лечим. Дети очень быстро раскупили все, что приготовили участники акции. В этот раз удалось собрать чуть больше 30 тысяч рублей. Такие мероприятия проходят в школе регулярно. Инициативу Елизаветы Тычковой и ее семьи поддерживает вся гимназия. Эти средства, как всегда, пойдут адреса в помощь мальчику, которого зовут Максимов Илья. Это ученик коррекционной школы надежды нашего города. У мальчика есть проблемы со здоровьем, ему нужна дорогая ортопедическая обувь. И, в общем, я думаю, что эти средства будут очень кстати. Благотворительные ярмарки воспитывают в детях чувство сострадания, сопереживания и осознания того, что каждый из нас может помочь другому человеку в трудную минуту, независимо от возраста. Мария Шматкова, Евгений Муравлев, телекомпания «Одинцова». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова